Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. И вот главная тема сегодня. В Дагестан с делегацией «Газпром» прибыл Виталий Маркелов. О чем говорили на совещании в Доме правительства, смотрите через несколько минут. Докторам из «Красной зоны» волонтеры доставили горячее питание медикам госпиталя ветеранов. Теперь и для детей. В Дагестан поступила первая партия вакцины против коронавируса. Сергей Меликов раскритиковал чиновников за состояние строительной отрасли. Глава Дагестана на совещании по подведению итогов работы стройкомплекса республики за прошлый год отметил, что основной причиной проблем стала некорректная организация отрасли. Возьмем банальный пример. 457 домов, о которых мы говорим, в свое время неправильно введенных в хозяйственный оборот города Махачкалы. Такая же история в Каспийске есть, такая же история в Дербете, такая же история в Избербаше. Просто в Махачкале, поскольку Махачкала – это, как я уже говорил, мегаполис Дагестана, этих проблем больше. Так в чем вопрос? В том, что дом неправильно построен? Нет. В том, что изначально была нарушена система и методика организации строительства многоквартирных домов. Глава Дагестана указал и на снижение активности на рынке и падение спроса на недвижимость. Корень проблемы, по его мнению, в том, что огромный процент строительного комплекса находится в тени. Например, для Дагестана в строительном комплексе производится порядка 18% ВРП. Отрасли обеспечивают около 7% налоговых выплат и среднегодовую численную занятость около 11%. Но это весьма низкие показатели для строительного комплекса. Это очень низкие показатели для строительного комплекса. А потому что огромный процент нашего строительного комплекса находится в тени. В тени он находится и продолжает работать в тени даже сегодня. Также в ходе совещания поднимались вопросы по строительству объектов водоотведения и очистных сооружений, детских садов и школ. Обсудили разработку генерального плана Махачкалинской агломерации. Столица, убежден Сергей Меликов, должна развиваться и прежде всего ее транспортная составляющая. Республика осталась без солидного инвестора, который собирался строить в регионе тепличный комплекс стоимостью более 30 миллиардов рублей. Речь идет о компании «Экокультура», чьи планы не очень устроили некоторых чиновников. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, имея в виду работников отдельных муниципалитетов республики. Руководитель региона подчеркнул, что некоторые муниципальные чиновники начали выставлять свои условия, прежде чем инвестор что-либо успел сделать. В результате компания изменила свои планы и будет реализовывать свой проект в Кабардино-Балкарии. Впервые в Дагестан прибыло высшее руководство «Газпрома». Во главе делегации заместитель председателя правления Виталий Маркелов. На совещании с руководством республики стороны обсуждали меры по выполнению поручений президента России. Напомним, Владимир Путин на большой конференции 23 декабря дал ряд поручений по улучшению топливно-энергетического комплекса Дагестана. А именно, потребовал ускорить газификацию всех населенных пунктов республики. Все вопросы, которые мы сегодня обсудили, они, еще раз повторяю, носят такой же очень широкий спектр. Мы намерены дальше продолжать двигаться в сторону решения этих проблем и задач, которые стоят перед нами. Я бы хотел сказать, что это во многом зависит не только от руководства республики, не только от руководства «Газпрома», но и от самих дагестанцев, от их дисциплинированности, от тех вопросов, которые сегодня перед нами стоят в плане подключения к газовому комплексу 11 районов, которые у нас сегодня не газифицированы. В этом отношении мы, конечно, рассчитываем на серьезную поддержку не только со стороны компаний, которые занимаются газом или топливно-энергетическим комплексом, но и тех структур, которые занимаются сегодня оформлением участков земли, без которых должно оформленных мы не сможем идти дальше. Безусловно, к муниципальным образованиям есть много вопросов и поручений, мы о них говорили на недавнем оперативном штабе, и будем спектр этих поручений расширять. Чтобы мы могли, на самом деле, выйти на уровень тех субъектов Российской Федерации, которые сегодня являются передовыми. С тем, чтобы, исключив эти инфраструктурные ограничения, мы могли привлекать сюда инвесторов. И жить уже той полноценной жизнью, которой давно легистанцы достойны и к которой они, наверное, стремятся. Но стремиться и реализовывать это мы должны вместе. Если у вас есть дом, вы его зарегистрировали, обращаетесь, пишете заявку, прикладываете три документа, копию паспорта, свидетельство о собственности на дом и СНИЛС, и вы участник программы дугазификации, а значит, что Газпром газификации, наше дочернее предприятие Газпром газораспределения Дагестан, в короткие сроки, в 2022 году, построит газовую трубу до границы вашего земельного участка. И вам необходимо будет только купить плиту, котел, проложить внутренние сети, лучше, конечно, чтобы вы поручили это сделать нашей компанией. И вы начнете пользоваться природным газом в быту, технологичным, недорогим топливом и безопасным. Мария Махачкалы проводит разбирательство по вопросу земельного участка в Ильтавском лесу. Участок был выставлен на продажу на интернет-сервисе Авито. На объявление обратил внимание один из общественных деятелей республики, после чего и была инициирована проверка. По информации пресс-службы и администрации, на кадастровый учет земля зарегистрирована неустановленным лицом на основании решения прежних властей города. Документ датирован апрелем 1992 года. По данному факту, мэрией готовится обращение в правоохранительные органы. По инициативе главы республики Сергея Меликова, волонтеры организовывают горячее питание медикам из Красной зоны. Сегодня продукты питания были доставлены в госпиталь ветеранов. Тему продолжит Асель Манапова. 140 контейнеров с обедами привезли медикам на работу. Городскую клиническую больницу, госпиталь ветеранов. В коробках наборы блюд. Это горячее второе, выпечка, фрукты и сладости. Приготовленная по домашнему горячая еда необходима медработникам специализированных бригад, которые по-прежнему работают очень напряженно, порой до позднего вечера. Мы, РКБ-2, хотим сказать вам большое спасибо, что вот такой тяжелый период действительно не забыли наших врачей-докторов, которые трудятся днем и ночью, лечат наших пациентов с коронавирусной инфекцией. Мы вам благодарны, большое спасибо. Сегодняшняя акция проводилась с депутатским корпусом по инициативе главы Дагестана. Активную помощь оказали добровольцы. Сформированные на базе Министерства по делам молодежи волонтерские отряды, как и во время первой волны коронавирусной пандемии, активно помогают медикам. Сейчас, когда понадобилось короткие сроки организовать горячее питание для работников поликлиник, волонтерам пригодился накопленный опыт. Сегодня бизнес готов участвовать в таких акциях в этот трудный момент и сказать нашим врачам в это трудное время, мы рядом, мы вместе с вами, мы готовы помочь вам. Только объединившись мы можем победить эту заразу. Вместе с депутатами волонтеры и дальше намерены оказывать помощь лечебным учреждениям, доставляя маски, средства дезинфекции для посетителей и горячее питание для медицинского персонала. Асель Манапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Прирост подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике приблизился к 500 в сутки. Это рекорд с начала пандемии. Количество школьников, перевезенных на дистанционное обучение, выросло в Дагестане до 89 тысяч человек. Об этом сообщили при службе Минобразования республики. Полностью закрыты в регионе 151 школа. Общее число учащихся в них составляет свыше 80 тысяч человек. Еще в 31 школе закрыты отдельные классы. На дистанционку в них переведено около 8,5 тысячи детей. Клинический вариант омикрон протекает легче, тяжелых форм меньше. Ну и зачастую без поражения легких. Но тем не менее, надо сказать, что все пациенты, которые находятся на дому с жалобами на кашель, насморк, с повышением температуры, должны обращаться по месту жительства прилегающей поликлиники. С тем условием, чтобы приехали и посетили доктора, определили степень тяжести и последующая маршрутизация в закрепленный стационар. Если у пациентов легкое течение, самоизоляция, соблюдение правил каких, ношения масок, обработка рук, мытье рук последующими дезинфицирующими средствами, проветривание помещения 2-3 раза в день. И, конечно, соблюдение дистанции. Если будет человек где-то находиться в комнатах, чтобы полтора метра хотя бы соблюдалась эта дистанция. В профилактических мероприятиях на сегодняшний день остается актуальна вакцинация. Вакцинация всего населения и ревакцинация населения. В Ахвакском районе Дагестана объявлен карантин. Режим жестких ограничительных мероприятий ввезен с 27 января до 1 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Временно приостановлена деятельность торговых точек, кроме продовольственных. Также запрещается проведение богослужений с присутствием людей. Движение между селами, за исключением электросетевой службы, скорой помощи, полиции и руководства администрации, тоже ограничено. В Дагестан завезена первая партия вакцины от COVID-19 – GAM-COVID-VAC-M, торговой марки «Спутник М». Она рассчитана для прививки детей в возрасте от 12 до 18 лет. Всего в республику завезено более 3000 доз, которые будут распределены в детские поликлиники городов и районов республики. Вакцина будет проводиться только при письменном согласии родителей. Сегодня в республике, как по сути и по всей стране, идет рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В частности, штамм Омикрон все больше и больше заражает людей. И очень сильно растет заболеваемость детей. В связи с этим очень актуально на сегодняшний день, вот как раз-таки поступление в республику, вакцины GAM-COVID-VAC-M для детей подросткового возраста. Вакцина уже прошла клинические испытания в городе Москве. Проводили ее детям от 12 до 17 лет включительно, то есть до 18 лет. Эффекты и результаты отличные, я бы сказала. На 42-й день вакцинации уже определяются антитела в крови. Поэтому, значит, она официально разрешена к применению детям подросткового возраста. Около 2000 рублей. Приблизительно такова стоимость ПЦР-теста в частных клиниках республики. По страховому полису цена составит не более 800 рублей. Такие расценки приводит ОНФ региона. Общероссийское движение просит антимонопольные службы проверить обоснованность цен на анализы, отмечая, что частные клиники спекулируют в ситуации. Отметим, что просьба понизить цены на ПЦР-тесты была также озвучена на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Муфтият призвал дагестанцев следовать рекомендациям Роспатриимнадзора. Причина – резкий рост зараженных коронавирусом. С обращением выступил председатель Муфтията Мухаммад Майранов. Он призвал жителей региона использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, а также избегать места массового скопления людей. Уважаемые дагестанцы, на сегодняшний день в нашей республике очень быстро растет количество новых случаев заражения вирусной инфекцией. И по информации Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан, ситуация с заболеваемостью очень сильно усугубилась. В связи с этой сложившейся обстановкой Муфтият Республики Дагестан принял и принимает ряд мер по профилактике эпидемии в регионе. Уверен, что соблюдая все правила предосторожности и рекомендации врачей, мы по воле и милости Всевышнего Создателя все-таки сможем вернуться к привычному для нас образу жизни. Убедительно просим не игнорировать рекомендации Роспотребнадзора и, конечно же, наших врачей. Используйте средства индивидуальной защиты, соблюдайте социальную дистанцию и по возможности старайтесь избегать мест массового скопления людей. Пусть Всевышний поможет всем нам в это сложное время для всего человечества и одарит нас крепким здоровьем и чистой верой. Бензин стал дешевле. За последнюю неделю в России снижение стоимости топлива было зафиксировано в пяти регионах страны. В Дагестане, Чувашии, Тверской и Кировской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным Росстата, снижение не столь существенно – 0,1%. За этот же период рост цен на бензин отмечен почти в 50 субъектах Российской Федерации. Больше всего он подорожал в Липецкой области. Республика снова в лидерах. Наибольший рост цен в России по итогам 2021 года зарегистрирован в Дагестане. Инфляция составила 11,82% в годовом выражении. Наименьший рост цен показал Ненецкий автономный округ. В целом инфляция по стране составила 8,39%. Рост потребительских цен в стране за прошлый год превысил оценки властей и стал максимальным с 2015 года. И на этом я прощаюсь с вами. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова